И вот Сколекс, как бы эту мысль называет, языковые патрули в этой ситуации, это что-то во мне, живущему за границей, тяжело поверить. Даже если я верю в весь остальной пиздец, о котором тут часто говорят, то это уже слишком сюрреалистично звучит. Но так, собственно говоря, это есть превращение, вот произошел переход, когда сюрреализм стал просто несущей конструкцией политического режима. Ладно, сюрреализм. Знаешь, элемент сюрреализма, он всегда как бы присутствует. Но тут ведь ситуация в том, что государственный контекст дошел до грубого фарса и все меняется своими местами. Происходит осознание, что государство работает против страны, ну просто реально на убийство страны. Активисты преследуют какие-то свои иллюзорные цели. И в чем проявляется сюрреализм? Нигде это в целостность не собирается. Вот ты смотришь президента, он говорит в какой-то параллельной реальности. Потом ты слушаешь национал-патриотических активистов, они говорят в своей реальности. Потом ты слушаешь экономистов, которые обосновывают, почему надо ввести очередной десяток ограничений. Они тоже в своей реальности. И смотри, нигде ни в одном месте не возникает единая реальность. Поэтому сюрреализм это хорошо. Но тут набор целых, целый набор разных сюрреализмов, которые друг с другом плохо согласуются. И вот когда человек попадает в это, единственный способ у него это просто отключиться. То есть просто не смотреть никакие новости, кроме новостей из фронта. То есть как бы зашел утром, посмотрел сколько наши наколотили, сориентировался как ситуация движется, ага, ничего не поменялось, мы по-прежнему откатываемся. И все. Боже упаси, смотреть экономические новости, слушать президента, как бы социальные новости и так далее, и так далее. Потому что это не связывается одно с другим. У нас раньше как бы это все связывалось, потому что были политические ток-шоу, потому что были какие-то круглые столы, эксперты как-то общались. И где-то это реальность, ее проговаривали и договаривались. А теперь оно нигде не связывается. Теперь каждая группа творит свое, в своих интересах и фактически, ну республики больше нет, вот в Конституции записано, есть республика, но это ежедневный договор, ежедневный. Когда все эти реальности как-то проговариваются и как-то связываются. Парламент в идеале является той площадкой, где это постоянно Да, той площадкой, где это постоянно происходит. Если это не происходит нигде, то мы имеем не один сюрреализм, а несколько сюрреализмов. И вот человеческое сознание становится подлинно шезофраническим. Не в языке, а реальностно шезофреническим. И вот люди, которые говорят о языковой шезофрении, это одна из сюрреализмов или сюрреальностей, которые плодят эту шезофрению. Так это продукт организационной дезорганизации, ну это продукт дезорганизации, реальностной дезорганизации. Продолжение следует... Продолжение следует...